Поселки Трудовое проложили дорогу со многими недочетами. Жители не знают, к кому обращаться за помощью. Поселок Трудовое входит в состав Владивостокского городского округа, принадлежит советскому району города. Но цивилизация в виде коммунальных благ накрывать его жителей не торопится. Еще прошлой весной ребенок, бредущий в школу по улице Карла Маркса, по колено в грязи был явлением печальным и стандартным. В этом году наконец-то укрыли грунтовку асфальтом. Правда, не всю. И снова забыв о пешеходах. У меня есть ребенок и племянники, которые ходят в школу по дороге, которую вот нам недавно сделали. Но здесь сейчас, сами знаете, как только существует новая дорога, сразу все начинают гонять, дети идут, никто правила дорожного движения, я имею в виду, из водителей не соблюдает. И я, честно говоря, очень переживаю за своего ребенка, за своих племянников. Поэтому про тротуары почему-то забыли, да, это очень важно, это тоже неотъемлемая часть дорожного движения пешеходов. Асфальтовое покрытие при наличии тротуара хотя бы с одной стороны, да безусловное и долгожданное благо. Каково же было разочарование жителей десятка домов, когда дорожники, не дотянув красоту полсотни метров до конца улицы, свернули с порт Артурской, гарантированно оставив людей с вечным болотом у порога. В дождь вода будет стекать именно сюда, ей просто больше некуда деться. Я писал обращение в администрацию города Владивостока. По вот этому участку, непосредственно вот отсюда до, тут четыре дома практически. Но здесь делается вот эта дорога, здесь рядышком. Ну, как бы при наличии техники просто просыпать это и прогридировать. Мы просили просто, я написал, что, ребят, просто прогридируйте. У меня пришел ответ, я могу показать этот ответ официально от администрации, что в этом месте нельзя провести ливневку. Поэтому мы вам ничего делать не будем. Помимо дорог, жители пожаловались на работу электросетей. Несмотря на обилие новеньких фонарей, света на улице не прибавилось. Приборы служат скорее украшением, причем некоторые весьма неожиданным для водителей. Дети в темноте ходят в школу. Получается, мы своими силами то, что возле домов делаем освещение, но этого, естественно, недостаточно. Мы не можем всех обеспечить. В поселке постоянно пропадает электричество. Старенькая подстанция не успевает за темпами строительства. Новые дома, возводимые здесь по программе расселения, подключаются к сетям, не рассчитанным на такие нагрузки. В итоге люди сутками сидят без света. А еще недавно коммунальщики убрали мусорный модуль, видимо, посчитав его обслуживание нецелесообразным. Они в эти пакетики заворачивают и вон туда в кусты кидают. И вот это получается, собаки растаскивают весь этот мусор. Получается полное безобразие. У нас растут маленькие дети. Я считаю, что район огромный. Мало того, что нас отрезали от центральной дороги, главный поворот перекрыли, это нам приходится вот такие круги нарезать, чтобы попасть домой. Мусора нет, свет отключает. Мы сутки, вот когда мы сидели, не сутки, мы часов восемь просидели здесь без света. Вот так начали с дороги, а проблем у жителей быстро развивающегося района, как оказалось, гораздо больше. Как говорится, все 33 несчастья на один поселок. Этот сюжет можно считать официальным обращением в администрацию Владивостока. Чиновники, вы где? Обратите свой взор на поселок Трудовое, пожалуйста.